В Ненецкой средней школе имени Антона Пырерки открылась комната отдыха. Своебразная гостиница позволит детям из окруженных сел проводить время со своими родителями, которые приезжают в гости, не покидая стен учебного заведения. Такая возможность появилась благодаря поддержке Окружного потребительского союза. С каждым годом число учащихся с деревень округа в Ненецкой средней школе имени Пырерки становится больше. Это дети из Харивера, Нельминоноса, Омы, Неси, Общины Ямпто и поселка Бугрино. Ольга Варницына из поселка Бугрино сама отучилась в этой школе 7 лет. Сегодня она приехала для того, чтобы навестить своих племянников. Когда я здесь училась, всегда хотелось, чтобы родители приезжали почаще, чтобы была такая вот возможность как-то с ними посидеть в домашней обстановке. Я очень рада, что такая возможность появилась у моих племянников. Они у меня здесь учатся не первый год, и родители смогут к ним приезжать почаще, на один-два дня здесь остановиться, посмотреть, как они здесь живут. На реализацию этого проекта потребительский союз выделил около 150 тысяч рублей. В комнате есть все необходимое для временного проживания. Диваны, холодильник, постельное белье, посуда, телевизор, стол и стулья. Я считаю, что эта комната очень хорошая возможность для родителей, чтобы они могли больше времени проводить своими детьми. Это намного удобнее, чем снимать квартиру в городе на пару дней, либо жить в гостинице. Теперь родители смогут чаще навещать своих детей, приехать и поддержать их во время сдачи экзаменов, не забирая из школы, как раньше. На самом деле, когда дети уезжают из дома, конечно, им здесь вот в четырех стенах очень сложно начинать привыкать в новых условиях. А когда есть такая комната, где они могут встретиться с мамой, с папой, как-то по-домашнему поговорить, тогда на самом деле настроение совершенно другой. И они уже не так скучают по населенным пунктам, хотя на самом деле это правильно, что они очень привязаны к каждому своему населенному пункту, к своей малой родине. Всего в школе проживает 108 детей из 16 сел округа. В планах Окрпотребсоюза обустроить комнату, сделать ее еще более уютной, чтобы дети чувствовали себя как дома. Александра Литкова, Владислав Москин, Телеканал «Север».